Григория Милконянца из движения «Голос» задержали в Москве. Почему режим борется даже с остатками независимого наблюдения на выборах? Мы спросим у Леонида Гозмана. Здравствуйте, Леонид Яковлевич. Добрый день. Даже в таком состоянии почему-то они воюют с «Голосом». Как вы объясняете себе это? Вы знаете, мне кажется, одно из оснований их стабильности – это то, что люди верят, каждый человек, ну не каждый, многие верят, что большинство за них. Понимаете? То есть как бы так, тебе, ты им не веришь, ты против них, и так далее. Но тебе говорят, слушай, мужик, ну что ты вообще выпендриваешься, когда большинство за них, ты же видишь, что большинство за них, да? Им очень важно создавать впечатление, что большинство за них. Они поэтому придумывают цифры там, поэтому они проводят выборы, между прочим. Они могли бы без выборов быть во власти, кому это, собственно говоря, мешает. А «Голос», деятельность «Голоса», пусть вот он в таком тяжелом состоянии, там, полуубитом, там и так далее, тем не менее, «Голос вдруг вылезает и говорит, нет, ребята, а вот здесь большинство не за них. Здесь, пусть вот на этом участке, а большинство не за них». И, значит, это порождает сомнения. Поэтому они в этом смысле, здесь деятельность «Голоса» и вообще наблюдателей исключительно важна. Не потому важна, что ты проведёшь кого-то, нет. А потому важна, что люди будут видеть, что они врут. Вот что очень важно. Микрид Викторович, вы во многих выборах участвовали, но последние годы перестали это делать. На ваш взгляд, вот те «выборы», в кавычках, которые сейчас проходят, решают что-то? Да. Да. Только они решают не состав органов власти. Состав органов власти решают за большой красной стеной в Кремле. А они решают другое. Они дают возможность людям разговаривать, хоть как-то, хоть что-то говорить. Они дают возможность сделать такие горизонтальные команды, которые делает каждый кандидат от муниципального до Думы и так далее. И вне зависимости от того, пройдёт данный, ну, значит, пройти могут только муниципалитеты. Ну, это понятно совершенно, да, больше никуда пройти не могут. Но даже и это не так важно. А важно вот что. Понимаете, рано или поздно этот морок пройдёт. Одним способом, другим способом, быстрее, медленнее, но пройдёт. Да? Они уйдут. Что будет дальше со страной? И вот что будет дальше со страной во многом будут определять те люди, которые сегодня идут на выборы, которые им помогают, которые создают вот эти вот самые команды горизонтальные и так далее. Сегодняшние выборы – это не выборы, но это подготовка того будущего, которое будет после того, как этот режим уйдёт. Тут очень важный момент, потому что очень многие известные политики либо в тюрьме, либо уехали. Ну да. И у них нет возможности тренироваться. У них нет. Навряд ли тогда они, в общем-то, поддержат тех, кто остался и участвует. Ну, мне кажется, что если это люди ответственные, то они поддержат. Если их главная мечта и мысль о том, какую позицию он займёт в новой России, тогда они поддержат. Но я думаю, что, к сожалению, те люди, которые сейчас оказались за рубежом, по своей воле, не по своей воле, как случилось, да, там, сбежав фактически из тюрьмы, или испугавшись, когда не надо было пугаться, ещё рано было пугаться, по-разному происходит, да, но вне зависимости от этого люди, которые сейчас находятся за рубежом, вряд ли займут какие-нибудь серьёзные позиции в новой России. Я полагаю, что их займут те люди, которые в России. В тюрьме, на воле, это как сложится, но не эмигранты. Мне так кажется. А вы в этой избирательной кампании как-то будете участвовать? Не знаю, будете призывать за кого-то голосовать? Или, может быть, будете голосовать, не знаю, электронно? Я, честно говоря, совершенно не верю в электронное голосование, просто вот совсем, и не верил никогда, и до всех скандалов не верил, да, вот. Призывать, ну, смотря кто будет баллотироваться, это уж как фишка ляжет. Если будет человек, которого я знаю, которому я верю, конечно, я буду призывать. Если будут какие-то, так сказать, сообщества демократических кандидатов, конечно, буду призывать. Я, правда, честно говоря, совершенно не верю в смысл призывов, честно говоря, да. Я призову, конечно, скорее ради самого себя, чем ради кого-то. Потому что мне кажется, что большинство людей, подавляющие большинство людей, достаточно разумно, чтобы принимать решения самостоятельно. Вот. Я не верю в то, что мы что-то делаем по призыву кого-то. Мы что-то делаем по призыву, собственно. А то, что эти выборы, кажется, впервые в истории, по крайней мере, большинства, ну, хорошо, как минимум, наверное, в истории Москвы пройдут под атак, под аккомпанемент атак дронов. Это влияет на что-то, на вашу сказку? Ну, само по себе это не влияет. Понимаете, в чём дело? Когда происходит какое-то событие, да, то, это я уже вам как психолог говорю, да, когда происходят некоторые события, то оно само по себе не сильно влияет, ну, меньше, чем могло бы, влияет на ваши установки, на ваши мысли и так далее. А дальше кто-то для вас референтный вам объясняет, что оно значит. И вот тогда у вас меняются установки. И ещё они меняются тогда, когда вы обсудили это событие в своём кругу. Вот, вот когда оно меняется. Поэтому обычно, когда что-то происходит, то изменение установок мы фиксируем, допустим, там, недели через три после события. Потому что, видно, у нас же время на вот эту самую, ну, как бы, понимаете, вот всё это сварить, обработать там внутри себя и так далее. Так вот, здесь важно, что будет, как это будет представляться. Я полагаю, что власти будут использовать эти выборы для общественной консолидации, для разговора о том, что о священной войне, о том, что мы продолжаем Вторую мировую, которая оказалась, как выяснилось, не закончилась, фашистов не добили, там, ну и так далее. Ну, наши кандидаты, так сказать, которых мы с вами можем поддержать, хотя бы морально, да, они, конечно, будут говорить наоборот. Они будут говорить, ну, о том, что есть на самом деле, с моей точки зрения, об агрессивной захватнической войне, о преступлении масштабном, которое творится именем нашей страны и нашим именем, как-то не печально. Вот, вот так. Илья Николаевич, а какие чувства вы испытываете, когда видите новости об атаках дронов в Москве? Или, может быть, гамму чувств? Вы знаете, я в Москве живу, жил, с середины 70-х годов. Вообще, я в Петерске, я вырос в Петере, вот, а потом переехал в Москву. Еще до того, как это стало модно. До того, как в Петерске стали Петерскими, да. Хотя я жил недалеко от Баскового переулка, где выросло солнце наше. Вот, значит, собственно, Москва, конечно, мой город, понятно. Вы знаете, почему-то, я не знаю почему, да, я не испытываю, я не испытываю вот этого ощущения, что они бьют по моему городу. Вот почему-то у меня вот этого чувства у меня нет. Вот, если бы дрон попал в дом, в котором я жил больше 40 лет, наверное, я бы это испытывал. Но вот так я не испытываю. То, вы знаете, если бы они вели масштабные бомбардировки, как российская армия ведет по отношению к их городам, вот, возможно, я бы это чувствовал. Пока это все-таки точечные удары. Это очень точечные удары, символические удары, скорее, да. И экспоцентр меня, который сейчас, вот, последняя атака меня, ну, честно говоря, не волнует вообще. Ну, там, мне, конечно, не хотелось бы, чтобы там людей убивали, невинных, да, но так-то мне совершенно все равно. Вот, я скорее испытываю радость за Украину. Потому что я очень хочу их победы. Я хочу их победы и потому что я, ну, потому что, как бы, жертва агрессии должна отбиться, понимаете. Там, если насильник напал на девушку, то девушка ударила кирпичом по голове и убила. И слава богу, и молодец, и медали ей надо за это дать. Понимаете, вот. Так что это вот ровная ситуация, ровная ситуация. Мы насильники, мы агрессоры, значит, соответственно, вот они должны победить. Но, кроме этого, я очень хочу их победы, потому что я думаю, что их победа может означать конец этого варварского, дикого, омерзительного режима. Вот, поэтому я очень хочу их победы. Символические удары по Москве, по Крымскому мосту, по другим точкам, именно символические. Я сейчас не о военных, там, когда они базы сжигают, нефтебазы уничтожают, еще что-то. Я сейчас именно о символических ударах. Символические удары очень важны и приближают их к победам. Мне кажется, вот почему. Потому что это сигнал о том, что Владимир Владимирович Путин, ну, просто совсем не справляется с работой. Просто он тут совсем не справляется, Москву защитить не может, да? Когда в Кремль дрон попал, совсем в сумасшедший. Это важно не потому, что это поймут миллионы граждан. Миллионы граждан, скорее всего, не поймут, потому что они не узнают. Телевизор на меня расскажет. А во-вторых, у них нет инструмента повлиять на ситуацию. Но верхние 10 тысяч, верхняя тысяча, верхние 100 могут повлиять. Могут повлиять, да? И они это видят. Поэтому, мне кажется, что любая символическая атака делает более вероятным дворцовый или военный переворот. А мне кажется, что это наша единственная надежда сейчас. Вот просто единственная наша надежда. Будет плохо. Это не хороший вариант. Это не прекрасная Россия будущего. Отнюдь. Но это будет лучше. Я уверен, что любой следующий диктатор будет лучше этого диктатора. Потому что этот диктатор, кроме того, что он жестокий, еще какой-то, еще какой-то, он еще и сумасшедший диктатор. С моей точки зрения. Просто сумасшедший диктатор. А следующий будет нормальный. Ну, с нормальной головой, да? Будет с головой дружить. Ох, я знаю. Там такая компания. Вы знаете, вот, если вы имеете в виду, там, допустим, вы имеете в виду Николая Платоныча Патрушева, да? Или Дмитрия Анатольевича Медвезева. Понимаете, никакой диктатор не приходит к власти один. Для того, чтобы диктатор удержался у власти, или там, узурпатор, он должен иметь поддержку в элитах. Губернаторы, бандиты крупные, там, олигархи, еще кто-то, генералы должны поддерживать, да? Я думаю, мне кажется так, что тех людей, которые, собственно говоря, несут, по крайней мере, моральную ответственность за тот тупик, который загнали государство, элиты не поддержат. Мне так кажется. Поэтому я думаю, что у Николая Платоныча Патрушева и у Дмитрия Анатольевича Медвезева и еще каких-то вот таких же странных, мягко говоря, людей шансов нет. А есть шанс у какого-то, у какого-нибудь неизвестного нам, может быть, даже пока негодяя, жестокого, отвратительного и так далее, но разумного. Который для того, чтобы удержаться у власти, начнет сбрасывать балласт. Самый большой балласт – это война с Украиной. Потому что это жуткие усилия и все прочее, да? Потом он должен будет мириться с Западом. Он обратится на Запад, он станет звонить всем начальникам, говорит, ну, ребят, мы погречились, конечно, виноват. Ну, смотрите, я войска вывожу, чего вы еще хотите? Навального отпустить? Да берите Навального. И этого тоже берите. Ну, ну, вот и так далее. Вы только санкции, ребята, снимите, вот, что-нибудь сделайте. И с меня лично тоже не забудьте. Вот. Вот что-нибудь вот такое будет. Поэтому я очень надеюсь на дворцовый переворот или военный переворот. Вот, не жду ничего хорошего для таких людей, как мы с вами. Но, тем не менее, это будет шаг вперед. А потом когда-нибудь этот диктатор или следующий диктатор, который будет после него, передаст в власть гражданскому правительству, как сделали там РОДУ или Пиночет. Илья Николаевич, вы в 90-е годы работали с Гайдаром и Чубайсом. Это те имена, с которыми 90-е годы у многих ассоциируют. И правильно ассоциируют. Когда вы прочитали письмо Алексея Навального о 90-х и о той жесткой оценке, которая дана тому, что было тогда сделано, что подумали? Значит, я подумал несколько вещей сразу. Во-первых, я подумал, что какой классный мужик Алексей Навальный. Потому что, понимаете, вот его пытают каждый день, а он думает о будущем. Понимаете, он о будущем думает. Это очень удивительная вещь. Он думает о будущем, он видит это будущее. Он хочет в нем участвовать. И вот это очень здорово. Они его не сломали ни с какой стороны. Не сломали. И это очень здорово. И это у меня вызывает восхищение. Это номер раз. Номер два. Я, конечно, не могу с ним спорить по поводу его текста. Потому что мужик на дыбе. Понимаете, а я буду сидеть и говорить, ну, вы знаете, вы тут не совсем правильно оценили. Ну, ребят, ну так нельзя. Пускай он выйдет. Пускай он выйдет наконец. Дай бог ему выйти. Выйдет, будем спорить. Ну, какие проблемы, да? Третье. Меня очень радует внимание к его тексту. Внимание к его тексту. Вот это бурное обсуждение 90-х. Знаете, о чем он говорит? Что наше общество, по крайней мере, вот этот сегмент общества, который все это обсуждает, выздоравливает. Воздоравливает. Тяжелая болезнь – это не только соматические проблемы, это еще и психологические проблемы. Когда ты не думаешь ни о чем. Ты думаешь только о том, как преодолеть эту боль. Там еще что-то такое. Ты обливаем там страхом, например, страхом смерти, страхом будущих страданий там и так далее. Ты ни о чем не думаешь. А вот симптом выздоровления, признак выздоровления – когда ты начинаешь думать о будущем. Когда ты думаешь о том, а что будет, когда ты выезжаешь из больницы-то. Там ведь, я не знаю, у жены день рождения вообще-то намечается. Или еще что-то такое. Или, не знаю, сын разводится. Ну, что угодно. Да, вот жизнь. Жизнь, да. Вот. И то, что сейчас стали обсуждать 90-е, это ведь не обсуждение прошлое, это обсуждение будущего. Естественно, да. Мы же… Ну, вся история, она только про сегодняшний день, а не про будущее. Естественно, зачем эта книга «Идиотский учебник» Мединского, да. Зачем? Чтобы доказать, что сегодняшняя война – это продолжение той войны. Вот и все. Единственный цикл, на самом деле. Все остальное ерунда. Вот. И вот наше общество, или, по крайней мере, наш сегмент общества, пробуждается и начинает думать о будущем. Они уйдут, а что будет со страной? Вот это очень важно, на самом деле. И это очень позитивно. Теперь, значит, четвертое. Меня, конечно, огорчает, как идет эта дискуссия. Потому что я вижу, как многие с нашей стороны, я имею в виду, ну, понятно, с какой, да, вот, так сказать, про антипутинское, антивоенное и так далее, как многие хотят простых объяснений, простых решений там и так далее. И кто-то сказал, что каждая проблема имеет простое, понятное народу, неверное решение. Вот люди очень хотят этих неверных решений, да. Кроме того, вообще, вот эта очень, ну, знаете, упрощенность ужасная в этом обсуждении очень часто. Ну, понимаете, ну, Максимович, после не значит в следствии. Да? Ельцина, Путин пришел после Ельцина. Это не значит, что Путин пришел в следствии Ельцина, даже, что Ельцина... Но Ельцина его буквально привел. Слушайте, ну, хорошо, привел. Он привел от самого подполковника ГБ, который поддерживал Собчака, который клялся верности демократическим этим самым и так. Я все равно на него не голосовал, потому что он из ГБ. Ну, вообще-то говоря, мало ли еще, мало ли, всякое бывает. Посмотрите, как бывшие коммунисты в некоторых постсоветских странах нормально были президентами, и дальше страна развивалась нормально. Любой исторический период является следствием не только предыдущего исторического периода, но и предпредыдущего, предпредпредыдущего и так далее. Как наша жизнь, наш сегодняшний день определяется не нашим вчерашним днем, а всей нашей прошедшей жизнью, правильно? Поэтому Путин – это следствие 90-х, это следствие 70-лет коммунистов, это следствие Орды, это следствие Николая II, это следствие великих реформ Александра II, там чего угодно, понимаете? Вот. И вот так вот все сводить к одному десятилетию – это ужасно, да? Кроме того, надо смотреть. Не что надо было сделать, а вы, негодяя, не сделали. Меня умиляет это. А почему вы не реформировали КГБ? Ребята, а как было реформироваться КГБ? Вот это я с Егором обсуждал 20 раз. Не достать. Ну, не достать и все. Вот экономику можно реформировать, рыночную экономику можно сделать, вот он ее сделал, да? А КГБ? Ну, нет, к сожалению, не по зубам было тогда. Вот не по зубам. Был ли по зубам Бориса Николаевича Ельцина, я не знаю. Я не работал с ним вот так, поэтому я не могу оценить, мог он это сделать или нет. Но подозреваю, что тоже не мог на самом деле. И самое главное, нельзя же так упрощать прошедший период. В 90-е годы было много отвратительного. Была бедность, была и такое, ну, как бы резкое падение для очень многих людей. Кто-то говорил, что периоды перемен очень интересные, очень тяжелые. А я уже от себя добавлю интересные для одних, тяжелые для других. Это вот точно так бывает. Вот, но были две чеченских войны и вообще много страшного было в 90-е годы. Но в 90-е годы была свобода. В 90-е годы выросло поколение, которое учили без цензуры, без оглядки на краткий курс истории ВКПБ и прочий бред. В 90-е годы не закрылся ни один театр, а наоборот, открылась сотня театров. В 90-е годы было опубликовано дикое количество книг новых, которые люди читали. Это вам немалая земля Брежнева, да, которую тут же спускали в унитаз. Это чтение, действительно, да. Вот, главной в 90-е была свобода. В 90-е была построена рыночная экономика. Та самая рыночная экономика, которая спасла страну в 2008 году. Которая сейчас не допускает голода в стране. Сейчас не допускает, да. Вот, в 90-е годы освободили людей, время людей освободили от очередей. Мы стояли в очередях по несколько часов в неделю. Каждый, каждый стал в очередях по несколько часов в неделю. Это время освободилось для чтения саморазвития, споров, критики тех самых 90-х, которые освободили. Ну, естественно, конечно, конечно, но это освобождение. Для меня это время освобождения, понимаете. Вот, ну, совершенно точно нельзя вот так вот. И, кстати, очень много было, конечно, достигнуто. Очень многое, очень многое провалено. Увы, мы это видим сейчас по той катастрофе, в которой оказалась наша страна. Но очень многое было сделано. И вот такие, понимаете, черно-белые оценки, ну, они не на пользу. И меня не сами они огорчают, меня огорчает, действительно, огорчает то, как люди легко их принимают. Вот именно черно-белые совершенно. Причем говорят о том, что знать не знают, но это уже другой вопрос. Причем говорят о том, что знать не на оф bagие.